Сейчас мы прокатились. Да скользко, ты попробуй. Вообще он просто... Блин, твою мать! Блин, что такое адреналин? С номером эта хрень отлетела. Вот так бывает. Блин. Вообще скользко. Ну давай, может, ты отъедешь и посмотрим. Вообще номер должен был на виду. Копали. Все тут пережили, блядь, как кроты. Ладно, поехали. Я отъехал, а потом подальше, потому что здесь... Кто-нибудь поедет и... А вообще я ехал. Не разгонялся. Блин. Я говорю, что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Потому что карантин и мы катаемся сейчас по старой трассе, но здесь давно никто не ездил, не катал, только на боронах несколько раз проехали Сейчас стоим здесь возле стрельбища, вот сюда вот в горку подниматься и раньше туда было стрельбище направлено У меня несколько установок, посмотрим что там осталось Наверное ничего, вот этот вал он был, отсюда стреляли Я помню Мурата вот здесь вот тренировались, там установки были Ну видишь вроде деревья какие Уже много-много лет никто не катается Тут мы даже можем кататься по дорогам Где такое еще видишь, что в апреле по дорогам катались По деревне прямо Так, я еще не каталась Что круто же, согласись? Очень круто Прикольно По дороге сейчас едем в точку какую-то Не знаю, до куда доедем Оказалось, что эта дорога нас привела прямо к мусорке Такой вот мусор здесь со всей ЧОЭС возят Кстати, здесь по расписанию он Сейчас пойдем еще другая дорога здесь Может быть там подлиннее получится Ехали-ехали, короче, приехали Баскетбольная типа площадка здесь Даже судейская вышка есть А здесь качели, я так понимаю Просто в лесу, короче Прикольно Площадочка такая, типа для отдыха, я так понимаю Ну что я думал, вторая дорога тоже закончилась Ну вот этим пятачком, но нет Здесь продолжение идет Идем дальше Причем здесь уже как бы машины грузовые не ездили Только вот какие-то внедорожники Но получается на самом деле шикарно Как будто бы даже по трассе едешь Проблем вообще никаких нету Ну конечно, если потает, будут проблемы Но подождем, когда карантин закончится Он закончится уже буквально, наверное, через несколько дней Но могут продлить Поэтому Ну, пока что катаемся вообще без проблем Вот Ольга сейчас подъезжает Ну что? Шикарно? Шикарно Поехали, конечно, вечно тут еще лучше Поехали На лыжах прямо до подъезда доехала вообще просто Кстати, живем мы в квартире Ольга решила не импортить лыжи И пошла пешком Вот Ну, у меня похуже лыжа не было Поэтому я мог это себе позволить Так что приезжайте сюда в Тею Закатываться, закатываться и тренироваться, короче Здесь вообще шикарно Ребят, канал Лапшин Лайф приветствует вас из солнечной Хакасии А именно в данный момент мы находимся в поселке вершины Тея Хотелось бы вам немножко рассказать про это уникальное место Которое славится не только своим лыжным стадионом Но и очень интересной такой истории про свой небольшой поселок А поселок образовался в 1957 году Это, ну можно сказать, вообще очень молодой поселок И несмотря на то, что размеры его очень маленькие Ему присвоен статус поселка городского типа А именно благодаря тому, что здесь нашли железный рудник И, соответственно, этот статус он приобрел благодаря наличию рабочих мест Предприятие в данный момент, которое добывает железную руду С 2016 года не работает И, соответственно, как таковой работы сейчас в поселке нет Но выживает он и вывозит за счет того, что здесь есть лыжный стадион И не просто стадион Он имеет фисовскую категорию И здесь всегда в начале ноября и в декабре проводятся фисовские старты по лыжным гонкам То есть лыжники России в своем распоряжении имеют уникальнейшее место Которое еще находится на высоте где-то 900-1200 метров Плохо, конечно, что нет биатлонного стрельбища И биатлонистам не дают здесь никак готовиться Не дают поставить даже щиты, чтобы пострелять Хочется верить, что в будущем этот вопрос решится Потому что, если смотреть вперед То, как мы знаем, олимпиада следующая в 2022 году будет в Пекине И это классное место для того, чтобы здесь проводить подготовку Ну так вот, помимо того, что здесь есть стадион Здесь еще есть школа Есть два детских сада Есть дом культуры Есть церковь Кстати, я такую вообще в первый раз в жизни встречаю Она прямо в самом доме находится За место квартиры И отличительной особенностью именно тея Является то, что снег здесь выпадает достаточно рано С октября Где-то середины с октября здесь можно полноценно проводить вкатку И лежит практически до начала мая То есть, как вы сейчас видите, мы приехали сюда С целью, чтобы максимально продлить сезон и закататься И вы можете прекрасно видеть, что классная погода Куча снега И есть все условия для того, чтобы полноценно тренироваться и стоять на лыжах Еще такой момент Так как это тайга Соответственно, здесь есть кедр Падают, падают, падают И можно подзакупить классных кедровых орешек По очень низкой цене Кедрового масла А также различных лесных ягод Ну, которые вы в Москве так точно не найдете А здесь все классное Можно, в общем, купить Наполнять себя витаминками Когда въезжаешь в Тёю Висит очень большой плакат Написано, здесь зажигаются звезды И действительно, большинство звезд российского спорта и советского спорта Проводили здесь не один год тренировок Здесь наезжено сотни тысяч километров И что здесь классно Здесь есть две трассы лыжных Это старая лыжная трасса Которая находится прямо в таком мощном лесу С Сосновым, Еловым И вторая трасса, это уже новая Которая имеет фисовскую аккредитацию С огромным стадионом и с роллеркой То есть летом здесь тоже можно полноценно проводить тренировки Единственный небольшой минус Это то, что с января и где-то по март Здесь достаточно холодно И поэтому спортсмены в основном тренируются здесь Октябрь, ноябрь, декабрь И либо уже приезжают на заказку Так как это сделали бы Так как поселок небольшой Каких-то официальных мест проживания Таких как гостиницы на комплексе Или просто какие-то большие гостиницы Здесь такого нет Здесь есть один профилакторий В котором в основном живут сборные команды Которые приезжают сюда на вкатку Большинство же живет на частном секторе То есть для местных жителей Это основной заработок в период октября и декабря И в принципе я вам скажу Что вот мы сейчас живем на частном секторе Условия шикарные То есть классные квартиры со всеми удобствами Плюс есть интернет Что тоже немаловажно в наше время И приемлемые Я бы даже сказала относительно Москвы Да даже просто относительно других регионов Дешевые цены Единственный может быть небольшой минус Это то что конечно далековато ехать Если добираться поездом То это трое суток от Москвы Ну где-то наверное Может быть 200 километров от Абакана Сюда ехать на машине Либо можно лететь на самолете до Абакана Либо лететь вообще до Красноярска Но вот Красноярск на машине придется уже Прилично пилить наверное часов 8 Ну а так в целом место уникальное, классное И как рассказывали нам местные жители Здесь тренировались И Тихонов и Шамуратова Тимоха кстати еще когда был Юношей Провел здесь тоже не один год тренировок И помнит что приезжала сборная России По биатлону Они ставили щиты и стреляли Ну про лыжников уже и говорить нечего Они здесь постоянно проводили все свои сборы Кстати нам рассказали что Здесь есть трасса Протяженностью 5-6 километров И она полностью идет в гору И можно делать работу Именно в подъем и именно в гору Скажу вам почему Это круто потому что Ну лично я вообще на моем опыте Я думаю много кто спортсменов со мной согласится Ну такого мало встреч То есть летом мы делаем очень много подъемов в гору Именно по асфальту по обычным шоссе По обычным дорогам А так чтобы сделать зимой на лыжах Такую качественную работу в гору Именно продолжительную Ну я нигде не знаю такого места Может где-то в горах Италии Франции и Швейцарии такое есть Ну вот в Тёе есть такое место И как нам рассказали что Сметанина Раиса Сметанина Это великая советская лыжница Она тренировалась только там Поэтому тяжелых тренировок Никто не отменял И как говорится пахота Она просто так даром не проходит Тимоха я как губерния Работаю с первого дубля Сразу Не говори вообще Без подготовки Без подготовки Молодцом Молодцом Блин а еще ребята Именно вот в Сибири Есть такой напиток Он называется хан чай Хан чай Типа калмыцкий чай Монгольский считается Он есть с солью Есть с перцем Ну любители конечно Ну штука офигенная И вот именно здесь Этот чай есть Ну мне Гадость редко сна Нет он офигенный Он офигенный Поэтому если будете в Сибири Как вариантик Обязательно попробуйте Просто для себя Знать что это такое Что ж ребята Купились хлебушки тепленького И сухариков сейчас С борщичком С борщичком С борщичком С борщицом С борщицом Сейчас как навернем С салом и с чесночком Может быть кто то помнит В детстве как Я помню со школы Вот так идешь Вот так вот делаешь Блин ну Тимоха Харе Помню все Голенобанка Накрошишь Или От Китайского Лапши Который Посолишь Вообще огонь Ребят ну что хочу вам показать Квартиру в которой мы живем Заходим Вот такой здесь у нас Холл большой Вместе с кухней Совмещен Такая вот здесь кухонка небольшая Полита Есть Чайник Мультиварка Холодильник Все в принципе Все что нужно Также У нас стоит Роутер Ростелекомовский Очень хорошая Кстати скорость Интернета Телевидение Большой Стол Кстати Вот у нас Женьшень Мы используем Для лучшей адаптации Его В жидком Таком виде Ну так же еще слайс У нас есть Кстати ссылочка будет в описании Если кому интересно Про женьшень И получить скидку Еще можно Так же еще у нас Вот здесь вот Развешенные футболки Которые я тоже Могу вам дать Ссылочку На контакт И можно купить Такие футболки Здесь вот у нас Еще есть Комната Где кстати Можно разместиться Один два Три При желании Четыре здесь Человек может Расселиться Здесь вот такие Есть Шкафчики Большие Там внизу Еще есть Там сбоку А еще кстати балкон Хороший Большой И Еще одна комната Здесь такая Большая кровать Ну все Прекрасно Вот здесь Конечно Чуть не хватает Какого-то шкафчика Наверное Чтобы вещи Можно было убирать Но в принципе Все Очень идеально Здесь есть Теплые полы И Есть Ванна Туалет Также Очень важная Стиральная машинка Все в принципе Для проживания То есть Шикарные условия Контакты Квартиру Я могу тоже Оставить Можете Бронировать Так У нас сейчас обед Что у нас Так Это хлебушек Который мы недавно купили Короче Настоящий Украинский обед Сальцо Пампушек нету Пампушек Сальцо Салом Чесночок Сметанка Хлебушек И борщ И борщ Самое главное Сейчас мы Вжарим От души Ну а также Давайте посмотрим Что у нас есть В холодильнике У нас тут короче Соленье Варенье От бабушки Спасибо ей кстати огромное Потому что Ну и мама тоже здесь Приложила руку Но когда мы Были дома И мамы не было дома Поэтому мы Все продукты Взяли Практически у бабушки Из подполья Это в предыдущем выпуске Вы можете Видеть Что у нас здесь есть Это Варенье В основном Вот эта верхняя часть Варенья Хреной Она вот Упала не туда Она должна Здесь стоять И Ольга тут Кстати салатик Делал под шубой Но его сегодня тоже Попробуем Здесь в Венегре Целая тарелка Тоже вот Повар у нас Готовит Здесь Овощи Фрукты Мясо Ну и здесь у нас еще Мясо тоже В морозилке есть Молочко Сметана Корейский соус Нарежский сыр Корейский кимчи Масочки Яички Ну и конечно Это Облепиха Для морсика Бутылочки из под коньячка Вот такой У нас Холодильник Ладно все Мы обедаем Ну что у нас новый день Мы идем на тренировку На старую лыжную трассу Которую Я думаю Вот это место Вспомнят многие Когда На Вот этом Каждом Столбе Были Расклеены Объявления О продаже Какой-то Экипировки Каких-то Приколюх Таких Спортивных Напитков Там и прочее Кстати вон даже по моему Еще остались Какие-то Объявления Но это наверное Уже не О продаже Нет Так же Вон они Здесь Тысячи Я помню на тренировку Идешь Тысячи Человек Идут По вот этой Трассе Туда наверх Такая конечно Ностальгия Немножко Есть Ты помнишь это Нет Я была здесь Один раз В 2004 году Но дорогу Эту помню Сейчас пойдем покатаемся Мы вчера катались Утром Было хорошо А сегодня вот вышли После обеда Но Думаем будет мягко Скорее всего Но сейчас посмотрим Потому что трасса вся в тени Находится Это новая трасса Находится вся На солнышке Там топит А здесь может быть И сохраняется в лесу Сейчас увидим Реди Гоу Все Сегодня ручки новые Тестируем Что за Аааа Кривули Тестфиксовские ручки Давнишние Уже Уже лет Двадцать наверное Мне дал Вадим Сашурин Потестировать Но Сказал нужно вернуть Блин ребят Смотрите какая красотища Вообще Здесь крайние просторы Хоть закатайся А где-то плюс пятнадцать Сейчас Стоим На этом месте И у меня просто Картинка стоит С тех вот времен Когда Еще были Помните Такие комбезы Как они назывались Огневки Вот эти Адидас Брика Там Не знаю Итальянские Всякие Вот Очки такие большие Бриковские У меня кстати такие есть И вот здесь Народ просто Пачками тут катался И ты такой с ними Тоже типа красиво Пытаешься ходить Но Не всегда это получалось За каким-то сборниками встаешь А если у кого-то допустим Вообще бак за спиной Это вообще казалось Что-то нереальное Это значит Очень крутой чувак едет Хотя он мог просто Купить это все дело И кататься Но обычно у сборников Только были Да? Вот Короче ностальгия Так прям У меня прям картинка стоит Вот этих мест прям Вообще супер Иногда стоит вернуться Вот так вот И вспомнить Ты это вообще Один раз был Тут всего На поезде ехал Я тоже помню Я то здесь был Ну раз Я не знаю Раз десять Наверное Или не больше Зато Я была В команде Сборной Москвы И на тот момент Здесь в составе Я тренировалась С Крюковым Сорин был Болотов Коля Ну команда такая Прям Вообще была Супер сильной Девчонки сильные были Алиска Першакова Сашка Татаринская Короче У меня тоже есть Что вспомнить Ну да Место такое Конечно Шикарное Есть что вспомнить Что делать? По моему? Ух ты вообще Наконец А в чем так же Я не боюсь Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха 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 Ха-ха Ха-ха-ха Поднимайся Дай руку Да Ну все Нормально Так Сейчас я сама Короче Вспоминаю Тут историю Именно Вот на этом спуске На этом На этом же месте Я бежал здесь В Кубах Какаси По Не знаю Юноши были Или юниоры Короче я бежал Вот эту гонку И здесь Так же ехал за кем-то Как вот я сейчас снимал За Ольгой Чувак короче падает И мне лыжи Его прилетают Прямо в лоб Я вот как сейчас Помню эту картинку Вот этот вот Фишер РЦС Мне как летит в лоб Я у меня очки В одну сторону Шапка в другую Я короче Думаю Не буду это все Собирать Вроде палки лыжи целые Побегу дальше А это получается Сколько километров Полтора Наверное здесь Может быть В районе полтора километров Всего А у нас пятерка Я думаю Ладно без шапки добегу И в общем Побежал без шапки А там дальше такие спуски А минус пятнадцать Короче у меня уши В трубочку Я приехал Вообще не соображал У меня голова замерзла Ну Короче был В итоге Какой я четвертый По моему был Что ли Что такая история Сильный Да Сильный А прикидывается А на Кубке Мир бегает Прикидывается Что слабее Да я не прикидываюсь Я бегаю как могу Подготовимся Еще Все будет хорошо Еще будем Показывать результаты Ну где я сейчас готов Мы можем Ну конечно Вот и приехал Все И специально тренироваться Чтобы стать еще сильнее Вот эту гонку Которую я упал Я шел лидером Но упал И был четвертым А вечером Мы шли От нашей команды С одной квартиры в другую И наткнулись на местных Там парень один со мной был То есть я ему говорю Пойдем Нас зовут местные Типа Эй идите сюда Типа Я так говорю Пошли пошли А он остановился Ну я как бы думаю Ладно я пойду пока Посмотрю они за мной пойдут Или нет Они идут за мной Идут Идут значит Мы доходим до Того места Где Дома Где жил мой отец Ну я думаю Если что Можно позвать на помощь Потому что Телефонов же Этого тогда не было Вот И подошел уже Как бы остановился Прямо перед домом И тот подходит Говорит Ты типа кого там Послал типа Вот И подходит Мингалой такой В челюсть бьет Ну я такой думаю Вроде не больно думаю Странно И начинает Завязывается у нас драка Мы как бы Начинаем там что то Бороться там Махаться Вот И я глаза то открываю Вокруг смотрю А этого парня нет Я думаю Во молодец Я думаю за него Остановился Чтобы его типа Ну не бросить А он меня типа Кинул Бежал Но через Несколько минут Получается Смотрю Мой отец Выбегает Просто Бежит Короче в футболки И первого уже врезают Вот как манекен Просто падает Я говорю Да не не это не тот Это вон тот Короче они начинают Что то там бороться Мы начинаем Что то там общая такая драка Потом эти говорят Что все давай заканчиваем Ну и начинаем там Другой тренер Начинает разнимать В общем разняли И вот такая вот короче история Потом отец у меня Говорит Я то через пять минут Вспомнил Что я короче босиком Вот Футболка разодранная Ну в общем Такой стресс получили И на следующий день Я уже побежал Конькову гонку И уже выиграл с отрывом Короче вот такая вот история Еще тоже была Здесь На Кубке Хакасии Здесь местные Тогда Я скажу Что молодежи было много Работал рудник Вот И они Они давали нам Спортсменам Джазу Даже было такое Что прокурор собирал Толпу По 70-80 человек Выходили И Выцепляли местных И Ну как бы Отчитывали так Хорошо То есть вот такая вот история Тоже была Вот Тимоха вечно не ищет Легких путей Не идет где люди ходят Ничего в бане нагреешься Тимоха Попробуем Тимоху 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 Странные чувства Как будто я сегодня слегка перекатала Ну что, нормально запарковались Самое главное, надежно Все-таки какая молодец Что купила вот такие ботики себе в Австрии Прям на сибирскую погоду Да, Тимоха? Молодец я Кто в нашей семье? Молодец Неправильный ответ Молодец я Ничего не такое греется Я всегда с собой беру Видеокамеру Да, Тимоха? Я тебя наснимаю сейчас На целый выпуск Может ты расскажешь, куда идем? Идем, Паня Взяли веников с собой У деда взяли Кому снег Нет, я лучше обойду Сейчас ты там застрянешь А че так можно было, что ли? Дошли Вроде баня пахнет Возьмем, правильно? Да Здрасте Здравствуйте Сейчас мы вам покажем, что тут есть Здравствуйте Значит, что у нас тут О, тут вообще оранжерия Да, тут жерель Короче, кустиков, кустиков миллион Здесь у нас душевая кабина Здесь тоже кустиков много Здесь вот сама баня Здесь вот сама баня Ручки прикольные Смотрит такие Тук-тук-тук У меня, кстати, дома такая же была В стайку Вот эта Где-то у нас была Стайка, ты иностранные слова говоришь? Что это полуросей Не значит, что такое стайка Стайка Где держат Свиней и коров Здесь у нас на улице выход Здесь вот кинежочек Будем оттараться сегодня И комната отдыха Рюмашечки Сувенирчики Всякие самоварчики Всякая поездная тема Блин, я вот люблю в поездах Так вот в этих стаканчиках попить Мне нужно запаривать веник И, возможно, кто-то У меня есть подписчик Кто умеет правильно запаривать веники Вот я до сих пор не могу понять Как их правильно заваривают Запаривают Может быть, напишите в комментариях Как это делается И я уже прочитаю В следующий раз Уже правильно заварю А сейчас я делаю Ну, по-простому В принципе, водой сразу же Горячий их Как бы заливаю И просто жду Когда они заварятся Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо? Хорошо Хорошо Ой, ну все, вышли мы из баньки И почапали домой Восстановился? Восстановился? Все ноги Просто Летающие? Да Так, в следующую баню Сделаем пустовые веники Ну все Всем пока Мы отдыхать Ну что у нас получился Вот такой выпуск Спасибо, что посмотрели Что поставили лайк Подписались на мой инстаграм Подписались на Ольгин инстаграм Ну и пишите свои комментарии Свои отзывы И мы-то все делаем для вас Чтобы вам было интересно Вот так вот Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!